Здарова, бро! Давно не виделись с тобой, Йосеф, и сегодня я рассказываю о новом ежедневнике на этот год. Это Bullet Journal, ежедневник в точку, который можно расчертить как тебе угодно, добавить туда любые разделы. Впервые эту систему я адаптировал в прошлом году, можно вот в этом ролике посмотреть мой предыдущий ежедневник. Сегодня у меня на столе ежедневник Leuchtturm 1917, очень минималистичный, очень стильный, очень качественный. У него толстая достаточно бумага, чтобы не просвечивалась. Ну вот, в общем-то и он, давайте посмотрим. Bullet Journal, это прямо отдельная линейка блокнотов этой фирмы, целая экосистема. Начинается ежедневник со стандартной надписи, кому принадлежит этот блокнот. Я стараюсь сделать все аккуратно, каллиграфично. При этом ежедневник очень минималистичный, я добавил сюда условные обозначения свои. Они не отличаются, в принципе, от условных обозначений предыдущего года. Это такая система, которую я с годами выработал уже в нормальную практику. Содержание, то, что называется индекс, чтобы можно было быстрый доступ иметь в тот или иной раздел. Итак, первый раздел, конечно же, цели. Цели на этот год. Я неправильно указал год, давайте с вами укажем правильный. Я уже поправил. Цели на 24-й год. Некоторые зададутся вопросом, что такое 5784-й год? Это еврейский год. Я живу по еврейскому календарю, живу в Израиле. Поэтому ежедневник я начал в еврейский новый год в сентябре. И мне уже есть, что вам показать. Сегодня на дворе декабрь. И вот-вот настанет новый календарный год 2024-й. А я к вам уже с определенным результатом. Итак, цели, которые я выделил, это 5 направлений целей. Это финансовая стабильность, приобретение дома, здоровые, крепкие и счастливые отношения, популярный блогер и спикер и здоровье и энергия. Цели я постарался сформулировать максимально кратко, но при этом дать описание критерия в достижении этих целей. Это такая домашняя страница, с которой нужно начинать свой день, свою неделю, прежде чем планировать какие-то блоки дел. Одно из больших преимуществ ежедневника Leuchtturm, что у него есть три закладки аж. Вот одна из закладок у меня всегда на целях. Здесь еще должен появиться раздел «Манифест эффективности», но скоро он появится. В календаре вкрупную я указываю ключевые даты, какие-то некие праздники, может быть путешествия некоторые сюда добавляю, если они заранее спланированы. Конечно же, религиозные праздники. Я отмечаю в этом календаре какие-то ключевые даты. Это раздел-трекер прочтенных книг, просмотренных фильмов. Книги прочтенные я записываю сюда. Как вы видите, с сентября я еще ни одной книги не прочел, но планы грандиозные. Когда я прочитал книгу, я записываю сюда, чтобы запомнить, что такая книга была в моей жизни. То же самое с фильмами. Здесь будут указаны фильмы, которые я успел просмотреть. Надо сказать, что фильмы я посмотрел, но еще не внес. Фильмы очень часто проходят бесследно в моей жизни. Я посмотрел что-то, тут же забыл об этом, поэтому здесь я буду указывать фильм, ставить ему рейтинг. Здесь виш-лист или план в крупную у некоторых дел с супругой, с детьми, куда пойти, какие интересные приключения испытать. Как вы видите, это все работа в процессе, поэтому вот здесь какой-то виш-лист, travel-виш-лист, то, что еще не оформлено. Абстрактная иллюстрация на этом листе. You got this. У меня целая подборка, она называется bullet journal. Я нахожу какие-то развороты bullet journal в пинтересте, я нахожу картинки, которые мне нравятся. Перерисовываю их, и это доставляет мне отдельное удовольствие. Итак, мы переходим к неделе. Неделя выглядит примерно, как она выглядела в прошлом ежедневнике, и разворот выглядит таким образом, что здесь мы видим красивую каллиграфическую надпись. Сентябрь. Все надписи почти в этом ежедневнике стараюсь делать в стиле советского леттеринга. Мне нравится эстетика советских вывесок. Дальше мы видим календарь, где отмечено, в какой неделе мы сейчас с вами находимся. Иллюстрация, приоритеты этой недели, что нужно сделать в эту неделю, и что нужно снять в эту неделю. Я очень много занимаюсь съемкой коротких роликов. Вы, может быть, смотрели мои шортс на разные темы, особенно сейчас все, что касается событий военных в Израиле. Поэтому у меня есть на каждую неделю такой вот блок, что я должен снять в эту неделю. Каждый день я отмечаю здесь треугольником события, кружочком отмечаю задачу, помечаю в какое время, что нужно сделать. Здесь я отмечаю религиозную рутину, учеба, тфилин, утренняя молитва, дневная молитва, вечерняя молитва. Иногда сюда добавляются еще дополнительные какие-то религиозные моменты, там, например, пост, или, например, прочтение специальной праздничной молитвы Алель. Мне доставляет большое удовольствие, когда я закрашиваю пустой кружок. Теперь каждый день я стараюсь записывать хэштег дня, какие-то ключевые события, которые произошли, чтобы потом можно было перечитать, улыбнуться, вспомнить что-то и так далее. Спортивная рутина, которую я отмечаю в таком флажочке, здесь указано, сколько километров я пробежал. Здесь еще есть такие некие заметки, например, вот это два трекера дел по двум разным проектам. В правом верхнем углу указана недельная глава, в которой мы находимся, и, конечно же, безрат Ашем, чтобы все было с Божьей помощью, чтобы сопутствовала удача, благословение и успех мне и вам, всем, кто смотрит это видео. Еще один интересный блок, это, конечно же, бюджет. В бюджете я указываю дату расхода, тип расхода, доход это или расход, есть баланс, есть сбережения. Трекеры у меня здесь присутствуют следующие. Здесь мы видим два трекера. Первый это сон, стресс и энергия. Здесь я отмечаю, сколько я спал, по ощущениям отмечаю, какой уровень стресса был и отмечаю также уровень энергии, очень немаловажно. И трекеры интервального питания. Здесь отмечены часы дня и промежутки времени по дням, в которые я ел. Идея в том, чтобы не есть 16 часов, а есть 8 часов. Эти трекеры и бюджет помогают мне в достижении моих целей, поэтому очень важно их вести. Следующая неделя, примерно все то же самое, задачи, иллюстрации, разные-разные вещи, которые я здесь отмечаю. Это новый раздел, называется «Благодарность». Здесь я записываю имена и за что я благодарю тех или иных людей. Это классная психотерапевтическая вещь, которую рекомендуют на семейной психотерапии или людям, которые находятся на грани срыва. Не там, не там я не был, но я знаю, что есть такой инструмент и активно им пользуюсь. Это очень классно фокусирует твое внимание на позитивном, на том, что происходит хорошего в твоей жизни, во взаимодействии с разными людьми. Здесь, конечно же, больше всего я благодарю свою жену, но и часто попадают сюда разные имена друзей, коллег, которые в той или иной ситуации оказали влияние, помогли. Новые иллюстрации. Иллюстрации иногда связаны каким-то образом с событиями, которые происходят у меня в ту или иную неделю. Сам процесс творчества тоже доставляет много удовольствия и удовлетворения. Есть такие каллиграфические вещи. Еще один новый раздел, это раздел решений. В него я записываю какие-то важные решения или важные привычки, которые я хочу внедрить в свою жизнь. И одно из решений, оно уже реализовано в моей жизни, иду добровольцем в армию. Я действительно поступил добровольцем в армию, связано это с войной, которая сейчас происходит в Израиле. Переходим в октябрь. В октябре все примерно то же самое. Здесь мы можем увидеть снова спорт, здесь мы можем увидеть дополнительные какие-то отметки в религиозной рутине, другой шрифт. Следующий раздел это дневник. Дневник я веду не часто, это первый разворот, который я в этом году закончил. Это важная такая работа по рефлексии, отслеживанию каких-то внутренних процессов. Частично эту работу выполняет мой телеграм, к которому я призываю вас подписаться. Там я веду свои армейские заметки, рассказываю о каком-то пережитом опыте, о профессиональном опыте, армейском и не только армейском. И в целом делюсь какими-то своими достаточно личными вещами. Когда я пишу рукой, это отдельный вид тактильного переживания того или иного события. И то же самое, когда я планирую какие-то вещи в своем ежедневнике, это такое тактильное осознание того, что мне предстоит сделать. Продолжаем октябрь. Мы видим здесь иллюстрацию в виде меча. Это неделя, в которую началась война. Неделя, которая поменяла всю нашу жизнь, поменяла нашу рутину. Дальше ежедневник не такой активный, гораздо меньше задач. Частично связано с таким полудепрессивным состоянием, частично связано с тем, что я призвался в армию. Еще один бюджет, еще трекеры октябрьские. Здесь вот можно увидеть, как резко вырастает уровень стресса в районе 7, 8, 9, 10 чисел. Это как раз время, когда в Израиле началась война. Несмотря на войну, все-таки я стараюсь заполнять свои рутинные какие-то дела. Это на самом деле важный тоже психологический такой процесс. Этот ежедневник, он носит в себе глубокий психологический характер. Потому что заполняя ежедневник, что будет и что было, ты таким образом погружаешься в реальность. И уходишь из реальности, например, новостей, которые очень сильно загружают голову. И погружаешься в свою реальность, стараешься что-то поменять в себе, поменять что-то в этой реальности. Но тут, вы видите, не всегда получалось вести. Это неделя, в которую я призвался в армию, поэтому дальше, вы видите, немного здесь отмечено, есть какие-то хэштеги. Еще один новый раздел – удовольствие. Я стараюсь как можно чаще записывать сюда какие-то маленькие удовольствия, что-то, от чего я получил кайф. Это тоже процесс рефлексии, когда ты не на автомате делаешь что-то, а когда ты пытаешься осознать тот или иной приятный опыт, зафиксировать его, сфокусироваться на приятном опыте. Тоже очень классная вещь, которую я рекомендую всем делать. Дальше ежедневник продолжается месяцем ноябрь. Не так много здесь отметок и каких-то дел, потому что это уже неделя, в которую я поступил в Милуим, в службу резервистов. Ежедневник, иллюстрации, какие-то небольшие заметки, какие-то планы стараюсь все-таки здесь вести. Особенно это касается выходных дней, вот это выходной день из армии. Я здесь планирую встречи с друзьями, планирую какие-то личные дела, которые я хочу успеть сделать. Видим новый шрифт, декабрь, ханукальная неделя. Новый трекер, который я завел буквально на прошлой неделе. Его цель – добавить пользы в мои армейские будни. Здесь у меня есть спорт, учеба, диета, интервальное питание, книга, творчество и звонок семье. Как вы видите, тоже не все идет гладко, но, по крайней мере, это такое напоминание, которое держит меня в тонусе. Расчерченные трекеры на январь, и январь месяц у меня в немного другом стиле. Так вот выглядят мои инструменты. Первый маркер-выделитель, который позволяет делать вот такие вот ровные полоски. Это три ручки кисти черного, темно-серого и серого цветов. Толстая ручка вот такая вот. Вот белый фломастер, карандаш и линейка. Часто у меня спрашивают, сколько времени ты тратишь на этот ежедневник. Я не трачу времени на ежедневник совсем, я инвестирую это время, потому что это и инструмент рефлексии, инструмент планирования, достижения целей, и творческий инструмент, который приносит очень много энергии. И я всем рекомендую вести ежедневник. Те, кто отмечает Новый год, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам эффективного, счастливого, радостного, мирного года, чтобы все было хорошо, будьте счастливы и здоровы. Спасибо, пока.